Власти Ненецкого округа делают все возможное для сохранения зарплат бюджетникам. Ситуация в регионе стабильная, зарплаты сокращены только у госслужащих. По информации Управления экономического развития Департамента финансов, экономики и имущества Ненецкого округа, майские указы президента по итогам первого полугодия в части зарплат бюджетникам исполнены положительно. Плановые показатели достигнуты, что положительно выделяет нас на фоне других субъектов России. Указы президента, подписанные 7 мая 2012 года, предполагают увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в полтора раза. Средняя зарплата преподавателей, мастеров производственного обучения, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, работников учреждений культуры должна быть доведена до средней заработной платы в регионе. Зарплата врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников к 2018 году должна быть доведена до 200% от средней зарплаты в регионе. Говоря о зарплате медицинских работников, то здесь повышение средней заработной платы должно быть доведено до 100% от средней зарплаты в регионе, а работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское, фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги до 200%. В Ниньском округе плановые показатели по итогам первого полугодия достигнуты последующим показателем. Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней зарплате по субъекту отмечено ростом в 31,5% от планового показателя и фактически составляет в 131,5%. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения выше планового показателя на 40,8% и фактически составляет в 183,3%. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское, фармацевтическое или иное высшее образование, выше планового показателя на 15,4%. Фактическое значение составляет 169,9%. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала выше планового значения на 3,6%. Следовательно, фактическое значение составляет 56%. Отношение средней заработной платы среднего медицинского персонала при плане 100,6% составляет фактически 102,7%. Эти показатели позволяют положительно сравнивать наш регион с другими субъектами. Возьмем, например, Мурманскую область. По сообщению агентства РБК, в марте 2015 года губернатор Мурманской области внесла в областную думу два законопроекта. Один касался учителей, а другой — сотрудников детских садов. Оба предполагали перерасчет формулы, по которой муниципалитеты получали деньги для выплаты зарплат. Коэффициент индексации для исчисления зарплаты педагогам был снижен с одной до 0,941, воспитателям — до 0,95. Зарплаты учителей и воспитателей в Мурманской области должны были снизиться почти на 15%. Однако городская администрация Мурманска направила в суд иск, пытаясь оспорить размер коэффициента индексации. Областной суд эти иски удовлетворил. Еще интереснее ситуация в Забайкалье. У забайкальских властей кончились деньги на оплату труда врачей и учителей. Там врачи и медсестры до сих пор не получили денег за август. Общая сумма оценивается примерно в 30 миллионов рублей. В аналогичной ситуации оказались и учителя края. Только им правительство задолжало 486 миллионов рублей. Власти разводят руками. В краевом бюджете кончились деньги. Об этом передает ДВРОС. Так что на общем фоне страны ситуация в Ненецком округе продолжает оставаться стабильной. Задержек по зарплате бюджетникам в округе нет, как и нет сокращения зарплаты. Снижение денежного довольствия произошло только у государственных служащих.